Мы в эфире, да? Здравствуйте, друзья! Ну, в связи с нашей сегодняшней темой, я вам сообщу, что у Сашеньки сегодня, у моей дочери, день рождения, вот, так что можете ее в этих титрах поздравить. Вот, она у нас такая умница, и помогает нам с вами общаться, а мне, беспомощному в электронике, помогает тем более. Почти. Вот, она сейчас как раз присутствует. Тема у нас сегодня, поговорим о любви к живописи. Сейчас я заканчиваю 12 копий, видео уроков, 12 копий великих мастеров. В основном, это копии, все-таки, ближе к нам находящиеся, потому что до середины 19 века, все-таки, те мастера, вот, руки только из того времени, портрет рук, то есть, чтобы поучиться, руки писать. Очень интересная там картиночка получилась. Прямо с удовольствием пишется все это. Ну и вообще, вот это вот обращение к великим мастерам, как бы, мы же в последнее время этим не занимались почти, что, в лучшем случае, импрессионисты. А тут и Айвазовский, и Шишкин, и Поленов, и Сарджент. То есть, вот такие красавцы в живописи. Вот, и я в связи с этим хотел, мы тут думали-подумали, как бы вот это связать с конкурсом, с интересом вашим к какому-то проекту, малому, как конкурс. И вот до чего додумались. Девочки сделают, сегодня-завтра, в группе Сахаров Фэмили, отдельный альбом, куда вы будете сбрасывать по три картины, которые ваши любимые. Ваши любимые картины, по три штуки из мировой живописи. И старых, и современных мастеров. Поскольку мы и современных будем копировать. Десять из этих картин я выберу, как созвучные и мне тоже. И уже среди тех десяток, которых я выбрал, мы сделаем генератором случайных чисел, и победителю эти двенадцать уроков по копиям достанутся бесплатно. Поскольку это совершенно входит в тему сегодняшнего дня, и входит в тему нашего общения с вами в Институте живописи за сто дней. Ну, кстати, мы уже совершенно сформулировали эту мысль о том, что мы будем делать диплом. Ну, много чего будем делать. И вообще, постепенно он формируется, как виртуальная идея обучения. Очень даже. Я с удовольствием сейчас им занят, поэтому нет других работ, кроме этих. И пока я не сделаю все сто, я буду заниматься именно этим институтом. Вот, ну вот сейчас предстоит два пакета, один из семь уроков, чуть полегче задачи, и другой пять, ну, очень тяжелые задачи. Тяжелые, но это надо перейти, потому что потом, когда мы приступим к современным художникам, которые трюкачествуют, которые взяли от классики, но трюкачествуют, вам будет намного легче. А эту задачу нужно пройти как, ну, как, как большое заграждение. Вот. То, что ваш кругозор расширится невероятно, то, что вы столкнетесь, кругозор и знания, все это появится в таком выдержкой сочной из этой живописи. И вы, конечно, сможете уже потом к копиям современных художников подойти с легкостью. В нашем институте еще будет работа с аналогиями. Я вам покажу несколько. Вот, кстати, если вы любите трюкаческую живопись, у художников сейчас современных много всяких трюков, можете эти картины сбрасывать в этот альбом, любимые картины из современной живописи. И я обращу внимание на ваш выбор. И смогу, так сказать, ну, попробовать показать вам, как они эти трюки вытворяют на холсте. Вот. Ну, мы тут до начала трансляции обсуждали то, что живопись, что о любви к живописи можно сказать. И действительно, вот, Игорь Промахов там сидит, и он стал говорить, рассказывать, как он акварельную бумагу, вот эту вот, осязал тактильно, как он любил запах краски, акварельечки этой медовой, сладенькой. Потом гуаши, он поклонник гуаши, влюблен в гуаши. Он сидит такой влюбленный. В гуаши. А я думаю, что многие из вас, кто заходил когда-нибудь в мастерскую художника или в галерею, где свежие работы висят, то есть только что высохли, там вообще совершенно магический запах. Вот. И ко мне, когда приходили в мастерскую, люди, которые неравнодушны к живописи, просто не могли надышаться. Вот. Ну, и, конечно, все это относится к этой любви к живописи. И я уже не раз говорил, что первые годы общения с масляной краской, то есть вот с этим взрослым общением с изобразительным творчеством, холст, масляные краски, ассортимент кистей невероятный. Это, конечно, ну, почти равно отношению с женщиной. Вот. Ну, потом это, конечно, немножко вытрепывается из-за, так сказать, необходимости содержать семью. Вот. Ну, я думаю, что вам 10 лет впереди гарантированы, кто-то приступил наслаждаться этим чудом. Итак, я думаю, вы поняли мою мысль, и если я что-то не сказал, мне девочки сейчас подскажут, что вы должны скинуть по три любимых картины, в том числе, трюкаческие, если у вас есть, но не больше трех, не надо больше трех, в специальный альбом. Это все будет опубликовано, подсказки будут, но именно ВКонтакте, в Сахаров Фэмили, ВКонтакте. Я все-таки вас хочу все больше собрать ВКонтакте, тех, кто со мной работает, потому что там для меня все удобно. Я вас вижу, я в Инстаграм почти не захожу, в другие вообще не захожу, поэтому я вас там могу увидеть. Поэтому приглашаю всех в эту группу в Сахаров Фэмили, в этот альбом с вашими любимыми картинами, и будем, сделаем этот конкурс, кто-то получит вот эти 12 уроков бесплатно, ну и дальше будем общаться в том же духе. Есть какие-нибудь вопросы? Да. А может быть высказывания? Скажите, пожалуйста, на следующий год вы планируете также продолжать работу института? Он будет круглогодичный. То есть люди новые будут приходить на первый этап, а другие уже будут заканчивать третий, четвертый этап, ну и так далее. Спрашивают, куда скинуть, а мы сейчас как-то прямой эфир сегодня-завтра сделаем. А, в течение трех недель. Через три недели розыгрыш этих случайных чисел, все. Из десяти. То есть, созвучные мне в вашем выборе из них будут сделаны этот. Ну, естественно, меня не надо туда выставлять, потому что мои видеоуроки к этому никакого отношения не имеют. Согласна с тем, что запах мастерских это волшебный, особенный запах. Может, такой вот тоже. Есть вопрос? Нет, только поздравлений. Да, у меня тоже. Спасибо. Спасибо. Есть не по теме, только вопрос. Будет в феврале разбор картин по конкурсу в семь дней. Да, да. Ну, в начале марта. Да, в начале марта. И я уже даже, может быть, обозначу нескольких людей, потому что для некоторых понадобится приехать из-за границы, возможно. Вот, поэтому я проговорю первые явные претенденты первых и дальше пойдем. Ну, и сейчас, кстати, заканчивается конкурс «Зимний сюр». Вот, а там я, по-моему, не проговариваю, а просто выбираю. А, ну, и избранника, куплю его картину, чем не обязательно мне ее присылать, я просто победителю отправлю десять тысяч. Все. Никто ничего не хочет сказать? Вам уйдет белый цвет. Спасибо. Ну, ставят смайлики. Ну, если все, то, может, действительно... Ну, есть еще вопрос, возможно, не по теме. Интересное мнение о подписи картины, имея ей фамилию или псевдоним? Ну, почему бы не псевдоним? Другое дело, что можно написать псевдоним, но самое главное, чтобы была информация, ваша электронная информация, чтобы человек, который увидел вас в салоне где-нибудь, мог набрать быстренько и с вами напрямую купить эту картину. Не за двойную цену, а за меньшую. И вообще, ваш сайт, там ваши какие-то в соцсетях контакты, где-то нужно показывать. Можно можно ли присылать работы мастеров акварели? Нет, это не наш формат. Пожалуйста, только масляная живопись. Вопрос. Я люблю бугаро. Его портреты особенно. Будет ли урок по его живописи? Не знаю. Вот присылайте, присылайте. Ну, присылайте. Вот если пришлют пять одинаковых, ну, конечно, я на них обращу внимание. Ну, для института я имею ввиду. и вообще, в принципе. Так, спрашивают, о каком конкурсе речь, только зашли. Я думаю, можно тогда решить. Я вас приглашаю всех в Сахаро Фэмили, ВКонтакте, ну, и в публичную мою страницу, там, эта информация в основном дублируется. Но, именно в Сахаро Фэмили мы особенно активны. И я приглашаю вас, чтобы нам легче было общаться, потому что я вас буду видеть. Я просматриваю, но я просматриваю очень узко. А Фэмили просматриваю. Ну, тогда можем заканчивать. Все, до новых встреч. Скоро я проговорю по поводу, будет стрим по поводу семи первых копий. Я их расскажу, какие задачи будут стоять перед вами, и как нужно к ним примерно отнестись. Ну, кроме того, что там все это будет в процессе видеоурока. Ну, буквально через может быть дня два-три. И потом следующие пять уже очень сложные. Айгазовский, шишки, полено. ветер. Вот. 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 Продолжение следует...